Привет, ребята! Сейчас кратенько по поводу реакции на события в Кременчуге. Поскольку я являюсь давним последователем Бориса Джонсона, как вы знаете, то я не могу не высказать свое мнение. Я являюсь его последователем не в том смысле, что я его соратник, а в том, что я иду по его следам, как вот эти охотники, знаете, эти охотники, которые в тайге охотятся за белками. И вот так вот я иду за ним по следам. И когда, как говорится, шельва споткнется, вот тогда-то, как говорится, падающего подтолкни. Мне искренне жаль, что люди стали жертвой этого... Вот вы знали, да, что его назвали в честь вот-то русского человека по имени Борис. При всем уважении к маме Бориса Джонсона, которая стояла беременная вместе с его, значит, папой, там, где-то в Америке, в аэропорту, они были беженцы. И она там стояла вся беременная на последних днях, уже на сносях, как говорится. А у нее не хватало денег на билет, на самолет. А ехать так в поезде, в автобусе, там, в автобусе, в основном через всю Америку можно на автобусе проехать. А долгонька была в таком положении. И вот она такая вся... А тут стоит сзади человек и говорит, меня зовут Борис. Когда они стали его спрашивать, вы хотя бы скажите имя, он говорит, нет, зовут Борис. Он дал деньги. Лучше бы он этого не делал. И вообще я вот как-то стала задумываться, надо имя Борис, вот как-то оно такое роковое для нашего народа. Борис Ельцин, Борис Немцов, вот это вот этот вот Борис из Лондона. Вот так вот задумаешься, думаешь, надо, чтобы это имя только котикам давали. Борисики, все, котики, чтобы были этим именем награждались. Сорян. Если вы знаете кого-то, кто хороший Борис, только не говорите, что Борис Пастернак. По моему мнению, он, наверное, хороший поэт. Это все, что я могу о нем сказать. Все остальное его использовали точно так же. Кременчуг. В 90-е, не помню каком году, скажем, в 93-м, у меня появилась, так сказать, информация. Я тогда еще была молодая, тупая, необстрелянная училка. И, в общем, надеялась на что-то, как многие другие люди. Хотела как-то выжить, ребята, выжить. Очень было нелегко мне выживать в Литве. Так вот, в Кременчуге, уже тогда, в этом 93-м каком году, окопались американцы. Так же, как и у Литве, на этом самом нефтезаводе. Там, где мы с голоду дохли. С голоду вздыхали. Понимаете? Вот просто вот у меня был отпуск, как раз в конце июня, у всех учителей отпуск. И я хорошо помню, что у меня просто не было денег. И просто не было, что кушать. Вообще кушать и денег. Вообще. Без просвета. И вот в это время одна подруга сказала другой подруге, а другая подруга другой подруге. И вот эта третья, которая была мне не подруга, она мне приехала, пришла ко мне и говорит, слушай, не хочешь ли со мной поехать вот в Рику день рождения праздновать? Я когда-нибудь об этом расскажу. Об этом дне рождения праздновать. А сейчас о Кременчуге. Значит, как и в Литве, так и в Америке, в Кременчуге находился нефтезавод. Лапу на этот нефтезавод наложили американцы. Это я знаю точно. Как говорится, эксклюзивно. Также мне известно, что уже теперь, когда этот литовский нефтезавод принадлежит полякам, увы, лишь бы Ивана не подпускать к трубе. Так вот было сказано, Ивана к трубе не подпускать. Чтобы вы понимали, кто такой Иван, это Иван, это Иван Полейчик. А Иван Полейчик, ну, прямо скажем, тоже он знаком. Ну, во всяком случае, я с ним не знакома. Вот. Ну, он, значит, был в свое время одним из топ-менеджеров лук ойл. Лук ойл. Лук ойл. Он жил тоже в Литве, она с мужиками. Так вот, Ивана Полейчика нельзя было подпускать к трубе, подпустили поляков. Поляки, в отличие от американцев, которых выкнули, не потому, что президент Паксос, которого мы выбрали, это единственный президент у нас в Литве, которого мы до сих пор все в Литве знаем, что у нас был президент Паксос, которого сожрали просто и даже не выплюнули его тапочки, угрожая всей его семье и так далее. Американцы потому пострадали, что они не платили налоги в Америке. А в Америке нельзя не платить налоги. Вот так этот нефтезавод остался без внимания. Кто там управлял в этом Кременчуге этим нефтезаводом с 93-го какого года, не спрашивайте меня, я не знаю. Я только знаю, что уже при поляках в Литве работали тоже вот эти вот ребята из Кременчуга. Почему я это знаю, я скажу. Я знаю это из других источников. Когда дети, дети учились в школе, вот, вместе литовские дети и украинские дети, и они там дрались до крови, а родители не могли ничего сделать и классно я ничего не могла сделать, потому что они языком не владели. Это я говорю о 2000 каком-то году, 16-м, наверное. Значит, теперь так. Британия хотела бы наложить лапу на литовский нефтезавод. Ну, может быть, через поляков и наложила, конечно. Насчет Кременчуга не знаю. То есть, мы возвращаемся плавно к нашему герою, к Борису. Я внимательно посмотрела видосы, например, у Шария можно посмотреть. Мне, я сказала, людей мне жаль, так мне людей везде жаль. Мне с самого начала жаль, еще когда еще Каддафи напали и все там разбомбили, а потом Сирию напали, разбомбили. Но, к сожалению, очень многим было наплевать. Провокация в, если вы помните, в Алеппу был такой город, и он до сих пор есть, но все забыли про него, про Алеппу. Значит, провокацию в Алеппу с использованием чуть ли не я даже не знаю, как они там, они сказали напалм, напалм, они сказали, что это напалм, это напалм, там все бегали, тоже дети там в школе, но потом стали говорить, что это у каникулы, детей там не было, и обувь, которая там лежала вся, значит, напалмом поврежденная, это обувь взрослого человека, а не детская. Вот, и потом вот этих детей от чего-то белой пудры отмывали, вот, и потом их отмывали, и потом эти дети несчастные, значит, потом одна другой говорит прямо в кадре, не бойся, с ними ничего не будет, с этими детьми. Меня всегда интересовало, вот, как после вот этих вот атак в Сирии выжившие дети дальше живут, вот, у них есть у них посттравматический стресс-синдром, или еще что-то вообще, и вот, как у них здоровье, если они там были подвержены химическому оружию, я бы хотела, чтобы это вот как-то всех собрали, все разобрались, посмотрели, врачи и дали свою оценку. Почему? Потому что я внимательно в тот момент отслеживала и доктора Роллу, и вот эту, значит, я ее называю Зулейха, я и не знала, что позже будет Зулейха Чулпан, она же Хаматова, вот, я не знала этого, вот, я ее просто называла Зулейха, и все, просто, у меня такое, а ее зовут не так, ее зовут не Зулейха, она медсестра из Британии, она журналист из Британии, и так далее, такая вся из себя тоже в платке, вот, не знаю ее дальнейшую судьбу, я пыталась проследить, но я проследила, допустим, доктора Роллу, с этой самой Зулейхой, они встретились, угадайте, где, Royal Society of Medicine, и угадайте, как звучит тема, тема звучала так, bringing catastrophe home, какой же это был год, не помню уже, я сейчас, наверное, 14, или какой, bringing catastrophe home, и вот, они там выступали, на этом митинге, в этом РСМ в Центре Лондона, значит, я очень внимательно проследила, и причем через канадские источники, вот эту вот доктора Роллу, кто она такая, она анестезиолог, Борис Джонсон, будучи министром иностранных дел, на момент Алеппо, возвращаемся в Алеппо, он, как мы знаем, глава, в том числе, разведок, как министр, вот, и он, что произошло в момент этой атаки в Алеппо, сначала же я вам сказала, говорили напалм, потом сказали, нет, не напалм, это химическое, ну, там, какое-то там оружие, не знаю что, вот, значит, надо отрезать голову, Асаду, как минимум, вот, и так далее, и Борис Джонсон резко, ну, не он сам, а как бы вот нечаянно, молодые люди, что меня тогда поразило, все они были европейской внешности, если вы понимаете, все как на подбор, девочки и мальчики одного возраста, такие все с горящими глазами, они были одеты в одинаковые футболки, и они рано утром возле посольства России, значит, приволокли, откуда-то на грузовике привезли, и навалили груду оторванных рук и ног этих манекенов, ну, пластиковые руки и ноги манекенов, они навалили эту кучу перед посольством России, ну, и там делали они фотки, что, и вот так, и так, это вот Россия, она взорвала вот в Алеппо детей, если вы заметили, что я сейчас пытаюсь сказать, что Британский заточен под, скажем так, ну, как сказать, прецедент, то есть он выполняет все по определенной схеме, по паттерну, вот паттерн существует, и он по этому паттерну действует. Тогда это как-то вот не прокатило. Ну, я уже молчу про Скрипалей, может, отдельно я скажу. Теперь вот это в Кременчуге. Еще раз я намекаю на то, что я не знаю, кто собственник этого нефтезавода в Кременчуге. Не знаю. просто и неинтересно даже это знать. Вот. Но одновременно меня не удивляет, что одновременно Ахметов подал иск значит в суд где там в Каге или где-то значит по правам человека иск за то, что у него отобрали собственность и разгромили. Мне вот это понравилось. Конечно, да. Это я считаю, что это был, конечно, фокус, марокус. Только людей жалко. те люди, что люди. Еще раз повторяю, когда Каддафи против всех законов шариата выложили в торговом центре голого изнасилованного из рани, ну, вот это тело его все в ранах и держали несколько дней или там, я не знаю, и ходили все, кто хотел и плевали на это, ребята, но это даже не смешно. Это уже даже не смешно. Между прочим, я затронула тему Commonwealth, и так ее подробно рассматривала еще немножечко потом позже рассмотрю, не случайно, потому что Каддафи эти ребята выбрали королем королей накануне его смерти. Он был король королей. Каддафи закупил в Южной этой Корее трубы огроменные, там, наверное, в эту трубу может влезать экскаватор. И вот эти трубы они поставляли, и он сказал, что вы в Африке страдаете без воды, ребята, ну хорошо, я вам сейчас поставлять буду воду. Вся эта ирегационная система должна была пролегать от Ливии через всю Африку и давать воду во все африканские страны. Кто хоть когда-нибудь бывал в Египте, советую, там, где есть вода, там жизнь. В Египте там все процветает, несмотря на то, что вокруг пустыня, а там все процветает. И поэтому говорить о том, что Путин виноват в том, что он голодом морит в Африку сегодня, это такая уже как бы небольшая натяжка. К сожалению, это не осуществилось, но они присягнули вот эти все, которые сейчас бегают, как эти маленькие собачки вокруг Бориса Джонсона и этого принца Чарльза, который подарки получает чемоданами, 3 миллиона евро, он чемодан взял подарков. Ну, как говорится, совет вам и любовь. Значит, вот эту вот хрень, прямо скажем, подгадали под, конечно, саммит этой так вызываемой семерки. На вот этом саммите семерки на общей фотографии ни вандерляйнихе, ни президента Японии не видно даже. Там всех затмевает экскаватор Борис Джонсон, дедулька, которому на бумажке написано, как ему ходить в туалет и как подтираться. Вот, по инструкции он ходит. И товарищ из Германии, которого лично я всегда называю хитрый немец. Вот у него всегда такое. У нас в Казахстане был такой один мужик, и все его называли хитрый немец. Не знаю, почему. Я когда впервые увидела вот этого дяденька, я сразу подумала про него, что он хитрый немец. Не знаю, почему. Вот. Ну, и все остальные там вообще голоса не имели. И разговор там шел только об одном, чтобы не допустить Путина до двадцатки. Чтобы эти двадцатки, как в свое время страны Африки присягнули Каддафи. Но так не вышло, к сожалению. Не вышло. Вот не получилось пока что. Но это будут стараться, я думаю. Вот. Я посмотрела интервью Бориса Джонсона, в отличие от очень многих других, и я внимательно следила за его вооружением. Я три раза посмотрела его ответ, и в его ответе я искала у него на выражение, хотя у него трудно найти какое-то выражение, кроме вот этого вида бульдожьего. Значит, вот эти вот глазки маленькие, только когда он взбесится на вопрос. Один из вопросов был, а как ты думаешь, почему ты думаешь, что тебе поверят вот эти из двадцатки, из семерки, когда они знают уже по голосованию в Британии, что тебе никто не верит. Ты врун, так прямо сказали, ты же врун, как тебе можно верить. А начиналось, конечно, вот это вот с Кременчуга интервью, и он сказал, что если были сомневающиеся, то теперь их уже нет. Ну, и на этом пока-пока.